всем привет мы приехали вечер не хотела снимать вы пишите комментарии уже на старые видео вижу что скучаете реально некоторых зрителей как сказать затянул наш очаг и вам скучно олегу говорю реально зрители скучают уже пересматривать старое видео кто-то пишет комментарии кто-то так мне говорит давай выставляем уже все старые пересмотрели очень приятно олегу говоря я не знаю что снимать как обычно мой открытый вопрос в городе снимай что есть пошла уже чистить на оливье сейчас вам все расскажу иду нет возьму я камеру да что получится то и получится привезли сумки подарки хочу сделать вам потом обзор подарок и что-то я из посуды домой брала на девичник тут варваре тоже новогодние игрушки еще докупала то есть вот так вот все бросили корзину надо сейчас распаковать девочки которые мне цветок подарили я его все-таки привезла так яички надо забрать цветы мои бедные меня же здесь не было три недели я так обошла хотя бы частично посмотрела но какие-то конечно без меня заскучали но они уже когда их я еще здесь присутствовала так сказать они уже болели а этот я щас наверное обрежу головки то вон зелененькие хорошенькие стоят но олег приезжал полил не знаю как так не так говорю но полей хотя бы их немного олег запускает свою технику привет олег так роботов что самогонный аппарат и наверное сейчас будет включать увлажнитель а я видите начала чистить уже включил молодец начала чистить овощи хочу поставить овощи варить на салат я должна была ехать отмечать в эти выходные к маме встречаться с роднёй ну как отмечать день рождения вроде как мы говорим повод был бы повод чтобы нам лишний раз встретиться ну и по стечению обстоятельств там часть родственников не получается приехать и мы решили что нет будет скучновато потому что мы привыкли уже все вместе и поэтому решили перенести а там еще у племяшки у мелкой ну моей про правну что ты я не знаю как правильно там мы друг другу приходимся уже туда глубже поэтому мы будем у маши будет день рождения мы решили что не будем спешить еще вся жизнь впереди соберемся в середине декабря так что у меня эти выходные руки развязаны я три недели здесь не была конечно я приехала мне хочется и то и все после работы уже хочется и отдохнуть немножко полежать побездельничать сейчас пока сумки разберу такое сегодня будет у нас с вами опять болталочка сейчас пока сумки разберу пока поставлю на салат и сварю пока на ужин картошечки заехали селёдочки я прямо перепрыгиваю потому что мне хочется вам все рассказать картошки сварю на ужин селёдочки там купили сейчас все вам покажу и поэтому завтра говорю может быть с тобой соседи пригласим они тоже скучают без нас в те выходные хоть олег приходил вина не приходила так как меня не было олег здесь был один на тусе отрывалась так душевно посидели мне кстати писали там на старые видео на новогодние что типа шубу и оливье уже на новый год никто не делает ну извините у каждого свои вкусы для меня самый любимый салат это оливье для олега самый любимый салат это шуба на какие бы праздники не были я еще без оливье могу обойтись олег без шубы нет я еще могу новые какие-то попробовать олег не любитель поэтому даже если бы ну может быть мы еще и будем новый год отмечать дома то обязательно оливье и шуба у нас будет поэтому решили на завтра сделать оливье и шубу и сварим картошечки так что я сейчас быстренько поставлю пока будем ходить чтобы меня сварилась остывала а то может быть перед сном остынет я ищу шубу и сделаю чтобы она промариновалась а здесь заехали в свой любимый магазинчик взяла себе икру сельди хочу тут тоже попробовать обалденная у них капуста падере по моему по-деревецки называется с горчицей олег с диной приносили нам угощали она очень вкусная говорю сама прям слюни текут дела два помидорчика бочковых ой соленых олег таки не будет а я взяла себе два на пробу олег ты голодная набираешь я говорю ну мне хочется спаржи взяла но это олег вот это вот капусту еще поезд вот это он ничего не ест и взяла селедочки сейчас немножко вот порежем с лучком и на шубу оставлю и все и яички сейчас тоже потому что ехала не знала есть у нас яйца нет не видите как с того раза тут осталось еще ну каждый раз приезжаю что-то разгребаю это все еще вот с осени тоже надо перебрать что в этом все гнило плохая хозяйка надо перебрать так что вот такой у нас сейчас будет вечер все я продолжаю чистить и буду с вами потихонечку понемножечку общаться сделаю вам обзор подарков что привезли что купили что вернее подарили они купили еще народ звонит спрашивает что тебе дарить я говорю я не знаю мне все равно я не могу на такие вопросы отвечать потому что я люблю подарки как мне сказали ты благо благодарный такой именинник получается да который как брат подарок я люблю сюрпризы я говорю дарите все что хотите посуду я люблю для сервировки стола все мне что-то нравится всегда мне на это денег жалко так одна кастрюлька готова свеклу поставлю одну штучку хватит долго зажигается газ прогоняется когда неделю нет что ты мне тут бардак на вот что а что ты не убрала я вот ты стоишь здесь я не мог это убрать смысле я вот здесь стояла правильность ты сказала мне наливай холодную из тебя картошку одну не дочистил наливай холодного заехали где брали селёдку у них разливное пиво но опять мы с алкоголем ну да я уже объяснял эту ситуацию и у них там разливное пиво или как она называется какое-то хаджикская короче я говорю давай возьмем вот мы взяли себе литровую бутылочку попробовать в процессе работы мы опять пьем это который мы сейчас купили яйца были здесь пиво как пиво ну мне кажется на все пиво как пиво я приехала прям соскучилась по своим розочкам красота вообще но все-таки крутые они хорошо что я их взяла жалела бы потом я мечтала тоже вот таких каких-то более натуральных прям цветах искусственных так сейчас свеколку и картошечку на ужин целую поставлю сварю и все и вот так вот вечер пятницы на тусе и олега пройдет сейчас на работе сижу и говорю пятница ждешь ждешь эту пятницу сейчас приедешь говорю пока сумки разберешь с подарками с девочкой она была тоже у меня на дне рождения даша подарки ваши везу говорю сейчас пока сумку разберу с вашими подарками уже спать надо ложиться завтра проснешься хочу елку нарядить но не наряжу наверно потому что ребята собираются приехать но хочу хотя поставить гирлянды повесить ну так и убраться хочу и все хочу сделать я говорю а воскресенье уже давно так же си пролетает решили замариновать лук обычно в селедку мы просто режем и маслицем селедку поливаем и все а это олег хочу прям сладенького лучку дай замариную как обычная к шашлыку мариную а это сейчас замариную пока картошка сварится и потом на селедочку сверху выложим лучок делаю также все на глаз соль сахар сейчас вот примерно посыпала и буду пробовать на вкус уксуса и водички немного мы приехали обнаружили что у нас рыбки которые мы купили на садоводе маленькие вроде бы ни одной нету ну они конечно не только садовода они такие-то у нас что мы здесь тоже скалярии покупали скалярии и как от неончиков тоже одна скалярии осталось едва не он и все то есть как бы ну как первое время когда у нас аквариум в доме ну в квартире появился я прям переживала что они у нас все дохнут нам потом сказали рыбкам это свойственно я перестала переживать но первые вот первые заселенцы наши они к не ну тоже кстати из их партии тоже по моему несколько сдохло эти вот вроде тьфу но ничего съездим еще так сейчас еще уксуса немножко ты 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 и поставлю в холодильник он к холодненький прям повкуснее я не знаю как можно готовить что-то взвешивать нет могу там допустим если вот с тестом да там мука стаканчиками это примерно все равно прям один в один я никогда не сыплю я вот почему-то любитель все делать на глаз не знаю так раскладываем вкусняшки нам хочется попробовать меня подожду картошечку я наверно попробую все равно маленькая раньше мама сама делала помидоры и моченые яблоки пока донесет сарай из погреба у нас дом такой дружный был ну где вот у мамы квартира и и пока она донесет уже ничего не остается но вкусные были я вот зеленые любила я в этом году хотела но я закрыла там один салат правда еще вот кстати не пробовал надо попробовать а так вкусненькие зеленый помидор сейчас конечно я говорю интернет вообще все что угодно можно делать я не знаю как раньше учились передавали друг другу рецепты ладно сниму пробу я не могу удержаться такие сладковатые вообще обалденные капуста такая прям сладенькая с чесночком ну конечно можно самим все делать ну вот из-за вот сколько тут сто двести грамм возиться тоже сладенькая с чесночком обалденная вот так руками все по-деревенски мы покушали очень как я люблю говорить душевно наелись напились олег уже пошел отдыхать смотреть телевизор а я решила думаю нет я сейчас все равно не усну я там видео еще загружаю думаю сделаю я хотя бы шубу овощи уже все остыли а то может быть и оливье еще порежу хотя бы частично решила сделать как обычно с кольцо я вот почему то в оливье не люблю много картошки люблю много морковки по салатикам которые делала на день рождения ну некоторые блюда в принципе в основном что даже картошку и грибы я делала первый раз по этим рецептам поэтому немного для своих постоянных зрителей оставлю отзыв во первых во первых извиняюсь хоть я вам там и написала что за качество съемки со стабилизатором немножко у меня ну не со стабилизатором у меня с камерой немного проблемы поэтому со стабилизатором не очень удобно и мне приходится последнее время я думаю что заметно по крайней мере когда я монтирую я замечаю что все таки стабилизатор это вещь без стабилизатора очень прыгает видео по салатикам да тот салат называется не гнездо глухаря я уже не стала подписывать видео думаю ну пускай это будет от натуси гнездо глухаря потому что есть такого же типа салаты гнездо глухаря единственное там украшается с яичками а здесь нет поэтому сейчас я с вами заболтаюсь наверное не по-своему селедку сделать у меня картошки мало да нет я думаю хватит я селедки поменьше а так он называется муравейник по сути ну там надо было еще кунжут черный кунжут черный я не нашла купила белый но белый его бы там все равно не видно было бомбический салат ушел на ура мы его весь съели от этого салата ничего не осталось доели с морепродуктами я не любитель салатов с морепродуктами я как-то равнодушна у меня вот мои допустим цезарь едят я его вообще не ем цезарь в кафе еще где-то могу заказать а так нет так сейчас девчушки блин не знаю отварить еще завтра картошки на оливье что да ладно пускай как получится не хочется уже геморрой хочется прям быстренько и с морепродуктами я попробовала в тот же вечер и на следующий день ну там прям чуть-чуть осталось на один раз мне покушать с ужином осталось селедка хочу дариться чтобы не стоял очень вкусный хоть я и не фанат этих салатов но реально за счет соуса этот салат был очень вкусный рекомендую кто любит и вообще просто простой как вы видели в приготовлении очень простой с говядиной ну я сделала со свининой салат тоже вкусный единственное я пожалела соуса поэтому я и написала в рецепте который оставила побольше соуса мясо впитало соус и немножко суховато вкусный но немножко суховато получился тоже осталось ну там наверно одна треть этого салата в первую очередь ушел муравейник очень вкусные грибы получились ушли все на ура и картошка девчонки просили рецепт картошка тоже очень вкусная простая и вкусная я вот хочу кстати завтра сделать на ужин вот такую картошку к салату что там у нас с вами еще ну бутерброды вы знаете в принципе они классические со шпротами и вместо шубы я сделала вот такие вот бутерброды с селедкой со свеклой с чесночком без чесночка вот кстати можно было в эту свеклу добавить чеснок а так тоже закуска ушла вся рулеты с ветчиной и сыром ушли в лед просто на ура ну закуска да то есть мы девчушки как вы видите по габаритам все любители покушать мы практически все съели рулетики с курицей и шашлычок шашлычок остался чуть-чуть рулетики я делала 6 штучек каждому по штучке мы съели но они довольно таки большие как вы видели были единственное что я немножко их подсушила их прямо она же курица надо было пораньше а я забегалась и прозевала их поэтому так получилось но ничего вкусно суховатенько немножко было как бы ну все съели вкусно девчонки ну надеюсь что они в принципе такие прямые то есть врать и льстить не будут очень всем понравилось очень довольны я сама очень осталась довольна вы знаете я такой позитив тоже получила я очень этого хотела да устала сначала мы как-то ну вернее я хотела отметить в кафе начала искать хотелось именно потанцевать с музыкой повеселиться а у нас что-то в подульске особо и выбора нет ну и вроде хотелось чтобы более так бюджетно было я что-то металла сметалась поспрашивала и ничего особо такого не нашла поэтому думала думала и говорю нет я хочу дома хочу приготовить получить удовольствие от готовки и повеселиться дома мы потанцевали я конечно такая неподвижная танцевала так ну как могла так и танцевала ну зато отдохнули разошлись мы как я вам написала почти под утро в четвертом часу утра и то уже старенький становимся спать захотелось а так мы посидели мы не могли вот наговориться на работе так не пообщаясь и вот мы друг друга перебиваешь вот прям вот вот хотелось все успеть но мы не успели мы сделали вывод хочу кстати лучок порезать сюда вот этот маринованный и мы сделали вывод что надо чаще встречаться и получать вот этот вот позитив от жизни потому что ну согласитесь сейчас такая жизнь что не хватает этого так что я осталась полностью довольна вот единственное у меня с роднёй немножко в эти выходные не сложилось но ничего страшного девчонки да мы кстати все разные это я еще когда работала там первый раз потом вот я ушла на другое предприятие отработала там три года как я вам рассказывала из-за начальницы не побоюсь этого слова стервы пришлось мне уйти хотя работа очень нравилась и я не долго думая вернулась на прежнее место я тут отработала до этого по-моему если не ошибаюсь семь лет девчонки ну какой-то состав коллектива поменялся в принципе я уже со всеми довольно таки нормально общаюсь ну и как-то всегда нормально иду на контакт да и со мной почему-то все тоже нормально идут на контакт то есть как бы в принципе мы друг друга давно знаем и с некоторыми девочками тесно общаемся характер у нас у всех разные характеры такие как я вам написала огонь у нас ну я сама такая же кто меня знает они знают что да я как бы ответить заступиться за себя там за кого-либо я смогу что мне нравится в девчонках вы знаете дружила с другими девчонками да они более мягкие они более как-то лояльные наверное добрые но есть такие качества в человеке которые отталкивают и ну я не могу такими дружить и постепенно я от них отошла а здесь девчонки я говорю мы с характерами то есть я даже себя не выделяю я тоже такая с характером но мы можем можем где-то резко ответить друг другу да где-то внутри там надуться и потом ну по крайней мере я понимаю что ну смысл дуться господи ну вспылил человек то есть и человек все равно хоть он резкий но он все равно к себе притягивает то есть как бы как я говорю душа человека должна быть внутри нет не лая а есть вот как я дружила да человек добрый ласковый весь такой а внутри я понимаю что какой-то обман какая-то лесть какие-то сплетни нет не могу поэтому мне приятно было очень в этой компании ну в принципе я других не звала звала тех девчушек с кем мне приятно кого я хотела видеть так что надеюсь вам тоже было интересно узнать часть моей компании это конечно частичку у нас вообще сейчас девчонки руки помою у нас вообще всегда почему-то получается круг общения очень такой довольно таки большой сейчас немножко отсеялись отсеяли отсеяла не знаю но я немножко да стала другая не могу сказать что я стала лучше просто разбираться в людях нет просто реально я видимо устала от каких-то вот этих негативных эмоций что ли друзей знакомых и я решила так как круг общения мне очень большой немного повычеркивать может быть это тоже не есть хорошо но не знаю мне тяжело это делать вычеркивать людей своей жизни тяжело ну не знаю об этом можно говорить очень много рассуждать очень много поэтому какая есть что-нибудь сместилось ну ладно ничего страшного я так же ну я много выводов делаю по другим блогерам смотришь иногда там семья тоже из двух человек без детишек не друзей ну вы по крайней мере по видео смотришь то есть родители дом вдвоем с мужем и все не знаю честно не представляю как можно когда у тебя нет не обязательно друзей знакомых да с кем можно вот так вот потусить ну даже элементарно мы с девчонкой можем летом выйти в парк у себя посидеть там не обязательно пивка попить можем мороженое семечки там погрыз мороженое съесть можем пивка пойти попить вечером после работы часов в семь в шесть да на следующий день там на работу как бы то есть ну какое-то общение это все равно должно быть можем дома там у кого-то встретить но сейчас конечно это уже редкость стало уже не так часто уже старее но этого не хватает такие мы прямо удовлетворенные списывались девчонки меня благодарят я их тоже благодарю я говорю девочки как я вам благодарна за такой вечер он вроде ничего такого особенного пролетел просто как один миг я говорю такое впечатление что мне кажется я готовила вечно вечность да то есть как бы очень долго а прошло это просто как даже полчаса наверное не прошло как пять минут вот вроде сел и все поэтому у кого есть возможность конечно встречайтесь собирайтесь не обязательно такие столы там накрывать да вот как мы сейчас с Олегом я говорю как хорошо купили эти соленья картошечка селедочка и все и больше ничего не надо и наелись были бы сейчас соседи посидели бы с соседями пообщались бы ну не хватает этого в жизни джонки меня прям одарили этими кроликами я довольная вообще просто классно ну мне подарки ну не то что в этом году скажу вывод по этому году да в этом году просто вот это вот то что я хотела вот реально то что я хотела даже света соседка то что подарила эти формы ну я думаю что сделаю вам обдорчик поговорим с вами на эту тему я думаю что вам тоже будет интересно все не буду доделывать я вернее делать начинать оливье сейчас убираю шубу здесь немного прибралась посуду перемыла позвонила Даша проболтала с Дашей меня так разморила прям уже закрываются глазки а мне надо еще доделать вам видео поэтому во время уже 11 хочу показать вам привезла я цветы девчонок поставила сюда на столик на журнальный посмотрите какая красотень вообще ну и прям так уютненько я кстати вот этот стол покупала на озоне тоже по-моему в районе двух двух или трех тысяч не буду врать девчонки ну прям такой бюджетненький мне он так понравился он это мне кажется вписывается черненький под наш дизайн гостиной Олег против был я говорю ну мы приходим те же пульты телефоны все равно вот туда ставим кидаем еще не совсем привыкли а так ну в основном все равно ребята приезжает я вот телефона уже кладем сюда так что он нужен столик пыль вытереть с него элементарно там тряпочкой маханул и все все дорогие мои зрители всем пока пока ставьте лайки если вам нравится такого формата видео я буду понимать и тогда буду иногда снимать такие вот болталочки потому что мне кажется что они все равно неинтересны все всех люблю всех целую пока пока до встречи в следующем видео